Здравствуйте! Сегодня я готовлю рогалики с джемом. Для этого я просеяла муку и добавляю молоко, дрожжи, сахарный песок и муку. Оставлю, чтобы дрожжи немножко активировались. Затем буду продолжать готовить наше дрожжевое тесто. Здесь у меня 4 яйца, я разбиваю их в чашу миксера. Заранее обязательно промойте яйца, чтобы убрать все бактерии. Добавляю стакан сахарного песка и начинаю взбивать миксером. Полной пышности добиваться не нужно, вот немножко взбились, перемешались и яйца с сахаром. И будет достаточно вот такой консистенции. Я добавляю муку, щепотку соли, куркуму для цвета. Все перемешиваю, чтобы равномерно все распределилось. Делаю вот такое вот углубление и добавляю туда взбитые яйца с сахаром. Немножко перемешиваю яйца с сахаром и мукой. Добавляю 2 столовые ложки сметаны. Жирность не имеет никакого значения и полторы столовые ложки кефира. Это для того, чтобы наше тесто было очень мягким и пышным. Вот я добавляю крахмал. Это картофельный крахмал. Он придает пышность нашему изделию. И ваши булки долго не будут черстветь. Начинаю все аккуратно перемешивать. И добавляю вот уже подошедшие дрожжи. Видите, они уже активировались. Добавляю в нашу смесь. Если у вас есть вот такая насадка миксера, перемешивайте этой насадкой. Можете руками перемешивать. Но так намного легче. Я добавляю масло кусочками. И начинаю опять перемешивать миксером. Масло полностью должно впитаться в наше тесто. Тесто получится немножко липковато. Пусть это вас не пугает. Это мускатный орех. Я добавляю. Тру его вот на маленькой терочке. С маленькими зубчиками. Это для аромата и вкуса. И добавляю мак. Все перемешала. Закрываю пленкой. И ставлю в теплое место для подъема. Вот я смазала бумагу сливочным маслом. И теперь буду разделывать наше тесто. Тесто. Мне просили показать, что делать, как сделать, чтобы не вытекала сладкая начинка. И в конце вы увидите, что абсолютно не вытекает наша начинка. И как загустите чим, чтобы он не вытекал, есть у меня на канале видео. Я извиняюсь за свой голос. Немножко приболело. Вот я разделываю на такие вот кусочки. И буду взвешивать, чтобы булки приблизительно получились одинаковые. Где-то по 70-75 грамм получаются наши кусочки теста. Округляю тесто. Вот и свешиваю. Можете и обойтись без весов, просто на глаз разделить на такие вот почти одинаковые кусочки. Прикройте ваше тесто, чтобы оно не заветривалось. И начинаю раскатывать вот такой вот продолговатый пласт. Слишком тонко раскатывать это тесто не нужно. Где-то 0,5 сантиметров, я думаю, будет достаточно. Вот с одного края я кладу начинку. Это сливовый чим. Как я его готовлю, скоро выйдет на канале. А как загустить, уже есть на канале Shorts. Я там показала, как загустить джем, чтобы он не вытекал при выпечке. Если у вас есть вот такой фигурный нож, вот так вот разрезайте остальную часть теста. И вот так скручиваем наше тесто в рогалик. А те зрители, которые еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это поможет моему каналу в дальнейшем развитии. Вот такой вот рогалик у нас получился. И я еще взяла со сладкой начинкой. Это орехи и сахарный песок. Тоже вот закатываю вот такой вот рогалик. Скручиваю. Вот такими вот скручивающими движениями. Вот так и получается вот такой вот прекрасный рогалик. Здесь у меня два яйца. Смазываю наши рогалики взбитым яйцом. И буду печь при 180 градусах. Это примерно где-то 20-25 минут. В зависимости от вашей духовки. И сверху тоже вот так посыпаю маком. Вот в духовке видите. Я вам показываю. Ничего не вытекло. Начинка. Видите лист абсолютно чистый. Рогалики получились пышные, румяные. И главное очень вкусные. Приготовьте и радуйте ваших близких домочадцев вот такой вкусной выпечкой. И то, что мы добавили крахмал, эти рогалики долго останутся у вас мягкими и пышными. Вот видите, такие вот румяные красивые рогалики получились. ПОДПИСЫЕ 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 ПОДПИ